Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите программу. Затем запустите анализ диска. После анализа утилита отобразит файлы, доступные для восстановления и вы сможете их вернуть. В нашем блоге представлены краткие руководства по решению любых проблем, возникающих у пользователей Windows. На нашем канале и в блоге вы найдёте решение любого вопроса. Начиная от установки системы и заканчивая удалённым администрированием и подключением мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Функция «DevoSyl» возвращает ссылку, заданную текстовой строкой. Ссылки немедленно вычисляются для вывода их содержимого. Она используется, если требуется изменить ссылку на ячейку в формуле, без изменения самой формулы. Давайте рассмотрим синтаксис функции «DevoSyl», где ссылка на ячейку – обязательный аргумент. Ссылка на ячейку, которая содержит ссылку в стиле «A1» или «R1C1», имя, определённое как ссылка, или ссылку на ячейку в виде текстовой строки «A1» – необязательный аргумент, логическое значение, определяющее тип ссылки. Если аргумент «A1» имеет значение «Истина» или «Упущен», ссылка на ячейку интерпретируется как ссылка в стиле «A1». Если аргумент «A1» имеет значение «Ложь», ссылка на ячейку интерпретируется как ссылка в стиле «R1C1». Давайте рассмотрим простой пример работы этой функции. У меня есть таблица «A2B9». С помощью функции «DevoSyl» я верну значение ячейки B2 через ссылку на ячейку A2. Эта функция ссылается на адрес ячейки B2 и из этой ячейки извлекает значение. Я просто ввожу знак равенства «DevoSyl» и выбираю ячейку A2, значение которой имеет ссылку на ячейку B2. Нажимаю клавишу «Ввод» и получаю результат. Также присвоив ячейки B8 другое имя, к примеру, программа, и вписав ячейку A8 слово «Программа», если я введу знак равенства «DevoSyl» и выберу ячейку A8, нажав клавишу «Ввод» я получу результат 13, так как имя ячейки B3 было изменено на имя программы. Теперь я введу формулу, которая объединяет B со значением в ячейки A9, то есть с числом 9, она в свою очередь будет ссылаться на ячейку B9, содержащую значение 52. Я ввожу знак равенства «DevoSyl» в кавычках, знак Ampersand, чтобы связать значение, и A9, нажимаю «Ввод» и получаю результат 52. Польза от этой формулы на первый взгляд может показаться сомнительной, но в сочетании с другими функциями, она будет незаменимой. Рассмотрим совместную работу функции SUM и DEvoSyl. К примеру, у меня есть таблица A3B15 с данными о продажах, разбитых по месяцам, и в отдельном месте мне нужно вывести таблицу, где при смене месяцев будет подводиться их сумма. Я ввожу знак равенства «Сум», «DevoSyl», «B» в кавычках, знак Ampersand, в скобках E3 плюс 3, так как данные начинаются четвертые ячейки, снова знак Ampersand, в кавычках двоеточие B, еще один знак Ampersand и в скобках E4 плюс 3. Закрываю все скобки, нажимаю клавишу «Ввод» и получаю результат. И теперь меняя начало и конец периода продаж в этой таблице, я получаю сумму за выбранный период. Распространенные ошибки Если значение аргумента «Ссылка на текст» не является допустимой ссылкой, функция «DevoSyl» возвращает значение ошибки «Ссылка». Ошибка «Значь» возникает, когда формула ссылается на ячейку с такой же ошибкой Ошибка «Имя» возникает, когда в самой формуле допущена ошибка Проверьте формулу. На этом все, ставьте лайк и подписывайтесь на канал Hetman Software, если данное видео было полезным для вас. Всем спасибо за просмотр, всем пока.